Причину и расследование катастрофы рейса MH17, а также спекуляции российской стороны, которая виновна в этой трагедии, мы обсудим с нашим гостем. На связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Приветствую, Тарас. Да, здравствуйте. Скажите, вы помните этот день? Помните день той страшной трагедии? Я лично, как многие мои коллеги, находился в редакции, мы работали, пытались понять, что происходит. Расскажите тогда ваши первые реакции. Это настолько угрожающее и, можно сказать, предвосхищающее все те трагедии, которые принесла Россия в Украину. Первая, одна из первых трагедий. Расскажите о тех ваших ощущениях. Ну, тогда уже были бои на Донбассе, уже начались. И, конечно же, это был шок для всех, когда был сбит самолет. Сколько жертв. И, конечно же, сразу началась вот эта кампания ИПСО, которая начала как бы прикрывать участие россиян. Потому что я помню историю, что Гиркин тот же, он сначала заявил о том, что был сбит самолет, что это был Ан-26. Но потом оказалось, что это был пассажирский самолет. Многие российские тогда паблики сразу прокололись, когда начали говорить, что сбит был украинский самолет. Но в результате потом затирали все эти надписи. Потом придумывали новые версии о том, что какой-то там испанский диспетчер что-то рассказывал. По телевидению российскому какие-то сумасшедшие картинки показывались о том, что якобы там был СУ-25 и так далее. Но весь этот процесс уже закончился. Как раз в апреле 2022 года провела Нидерландская прокуратура. Я очень внимательно следил за процессом. Они очень тщательно провели разные версии. Даже российские версии тоже рассматривались. Они провели испытания на полигонах, в том числе взрывами ракет. Они провели тщательную техническую экспертизу, которая как раз доказала то, что было. Но самое главное, что было в результате этого процесса, был доказан юридический факт вторжения России в Украину. Почему? Потому что буки это очень сложное оружие и без приказа либо там прямого Министерства обороны России это было невозможно перевести на территорию Украины. Поэтому можно сказать, что главная ценность это того, что была подтверждена причастность России. И то, что был зафиксирован юридический факт, что вторжение началось не 24 февраля, а то, что произошло еще в 2014 году. Россия уже 10 лет отрицает свою причастность к теракту, несмотря на то, что суд в Гааге установил вину российской стороны, как вы сейчас вспомнили. Даже конкретных виновных назвал, приговоры, штрафы. Все ясно. Почему же тогда, на ваш взгляд, Россия, которая за годы после трагедии уже нарушила, кажется, все международные законы, какие только существуют, продолжает по-прежнему отрицать доказанный факт? Ну, так они никого выдавать не будут, это очевидно, потому что они не считают юрисдикцию этого суда юрисдикцией на территории России. Они же даже ЕСПЧ, то есть Европейский суд по правам человека, они фактически тоже отрицают юрисдикцию на своей стороне. Они как бы вышли из многих международных договоров, поэтому тут ничего удивительного нет. Но, к сожалению, пока она находится в ООН, пока нет воли, в первую очередь, западных стран это все-таки реализовать, да, к сожалению, это будет происходить и дальше. Катастрофа Боинга МХ-17 – ужасный акт российского террора среди многих совершенных в течение десятилетия российской агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа в связи с десятой годовщиной ужасной трагедии. Российская угроза выходит далеко за пределы Украины, подчеркнули дипломаты. При этом Москве не удастся избежать ответственности за содеянное, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Пожизненные сроки заключения для исполнителей этого преступления являются доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно, те, кто принимал первоначальные решения в этой трагедии, также должны быть привлечены к ответственности. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В интервью South China Morning Post. Тарас, вот вы уже говорили о том, что вы пристально следили за процессом и главные тезисы уже озвучили. А можете рассказать зрителям о том эффекте, который этот приговор вызвал в мире, этот процесс в целом? Что мир узнал о России? Ну, например, тот мир, который даже не догадывался о том, что этот Боинг был сбит российской ракетой. Ну, смотрите, к сожалению, эффект был смазан, потому что, если я не ошибаюсь, этот приговор был вынесен то ли в апреле, то ли в мае 22-го года. То есть весь фокус был на войну в Украине. Широкомасштабное вторжение, там уже и Буча появилось и все остальное. То есть это был смазан немного эффект. Те, кто, конечно, наблюдали за этим процессом, они, конечно же, об этом знали. И, к сожалению, опять же, это не выстрелило вот так, вот так, как нужно, потому что было очень много других событий. Тарас, изначально, насколько известно, Нидерланды требовали созвать международный трибунал, но попытка провалилась из-за сопротивления Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. Уголовный процесс в итоге был национальным. Почему, на ваш взгляд, не удалось добиться международного суда по этому делу? Ну, потому что Россия ядерное государство. Тогда было влияние России еще очень сильно, они, ну, и, я бы сказал, не очень такая вялая все-таки позиция, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, вот, при, вот, когда был кабинет Обамы Байдена. То есть там ситуация вообще была фактически аксюрмором, когда против Украины были введены ограничения на поставки оружия. Эмбарго держалось фактически до 2016 года, как со стороны ЕС, так и со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому тут ничего удивительного, что трибунал не удалось созвать. Но, видите, после того, как уже произошло широкомасштабное вторжение, уже, по крайней мере, международный трибунал был создан. Был даже орден выдан на Путина и уполномоченную, так называемую, уполномоченную по правам детей Львову в России. Им был выдан ордер. Вот, это, значит, процессы сдвинулись. А до этого влияние было большое, и западные страны, к сожалению, достаточно так вяло на это реагировали. Вместо того, чтобы предоставить следствию достоверную информацию, российские власти тогда распространяли дезинформацию. В том числе противоречащие версии, также российские пропагандисты, заметая следы этого жуткого преступления, заявляли, что все доказательства вины Кремля – это провокация, подделка, фейк, монтаж. Тактика абсолютно не новая. Возможно ли будет привлечь к ответу всех тех, кто отчаянно защищал преступника, подменяя факты? И тоже вспомните, Тарас, ведь это был настоящий праздник конспирологии для них. Какие только они не придумывали небылицы. Сможем ли мы когда-то увидеть наказание для тех, кто распространял эту чудовищную ложь на смертях людей, в том числе детей? И, к сожалению, я думаю, это будет невозможно. То есть теоретически, теоретически, вот если представить, если будет даже суд, то Россия это просто не выдаст этих людей. А тут все-таки, смотрите, тут же очень тонкая грань между пропагандой и, как знаете, высказыванием собственного мнения. Условно говоря, пойди докажи. Потому что тут сложно, например, да, вот, например, в Нюрнбергском трибунале был повешен Юлий Штрайхер. Он был главным редактором журнала «Дерштюрмер», да, «Штурмовик». Там была четкая антисемитская пропаганда, которую можно было квалифицировать, и он был обвинен в разжигании розни. В этом случае, к сожалению, тут очень сложно будет кого-то привлечь, и тем более, что они находятся на территории России. Поэтому, к сожалению, эти люди, я сомневаюсь, что понесут наказание. А вот те, кто давали приказы, вот приказы по перемещению БУКа, это вот очень реально. Почему? Потому что это уже какая-то доказуемая вещь, да, почему? Потому что если есть факт подтверждения того, что БУК был российский с конкретной части, был перемещен через границу Украины, а дальше уже легче определить, кто мог давать приказы и кто непосредственно нес за это ответственность. Вот это вот уже конкретное преступление. Но, опять же, вопрос состоит в том, будет ли реализован судебное решение в реальной жизни. Но можно ли тогда сказать, что и тогдашний министр обороны Сергей Шойгу и Путин, который тоже возглавлял страну в это время, тоже должны нести за это ответственность, персональную, я имею в виду? Ну, скорее всего, да, потому что если это на уровне, там, ну тут нормативные документы самой России уже надо поднимать, это, я думаю, что это не секретная информация для того, чтобы понимать, ну кто мог дать приказ, чтобы система ПВО, ну такая вот, очень достаточно сложная, пересекла границу другого государства. А это уже, скорее всего, Министерство обороны и уровень Генерального штаба, поэтому тут есть уже за что провязаться. Европейский Союз снова призывает Российскую Федерацию признать ответственность за эту трагедию и полностью сотрудничать по делу правосудия. Кстати, именно этого требуют и просят родственники жертв. Как вы считаете, вот все, что мы выше с вами обсудили, какой шанс на то, что когда-нибудь, может быть, при следующей власти, но Россия действительно пойдет на сотрудничество, признает, покается, принесет свои извинения? Я тут пессимист, потому что Россия все и дальше, и дальше уходит от стандартов. Они уходят в режим вообще Северной Кореи. Я, к сожалению, не верю уже в суды. Невозможно будет ее в чем-то прижать. Ну смотрите, опять же, берем аналогию с нацистской Германией. Почему смог случиться Нюрнбергский трибунал? Ну потому что Германия была оккупирована. То есть были союзники, которые могли организовать этот процесс и поймать тех, кто не убежал. А Россия, к сожалению, не будет оккупирована. Тут, скорее всего, вся тяжесть будет ложиться на Украину, которая будет, скорее всего, по тактике МОСАДА решать вопрос справедливости в отношении не только этих людей, а в отношении, например, программистов, которые программируют ракеты, пилотов, которые обстреливают украинские города и ведут там самолеты, артиллеристов, которые обстреливали гражданские объекты и так далее. А это уже, ну как вот Израиль будет делать, скорее всего, Украина. Ну вот, например, там тот же пример Киева, бывшего депутата Украины, который нашел зверское самоубийство в Подмосковье, и наша уважаемая СБУ показала, что она точно к этому не имеет этого отношения, и поэтому опубликовала фотографию с места событий. А это тактика, защитная тактика Украины, которая будет заключаться в том, чтобы был страх и в российских спецслужбах, и в российских чиновниках и так далее. Потому что они готовы отсылать российских солдат на смерть в Украине, а вот за свое они будут уже дрожать совершенно по-другому. Что ж, подводя итоги нашего разговора, хочу повторить несколько ключевых фактов. В катастрофе MH17 погибли 298 пассажиров, 196 из них граждане Нидерландов, 80 – это дети. Вина российской стороны в сбитии малазийского Боинга абсолютно доказана. Тарас, спасибо вам за этот разговор. Это был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Спасибо, что вышли на связь.